Ну что, всем снова здравствуйте. Возвращаемся сегодня к нашим любимым тракторам. Здесь у нас в двух экземплярах. Один наш китаец и второй старик Гигамадсу. Китаец у нас более-менее свежий, по-моему, году 22 или 23. Я уже снимал, когда у нас был на нем пробег 600 часов. Сейчас мы, по-моему, где-то к 1000 подошли. Еще раз его поснимаем, посмотрим. Сразу, как говорится, прервусь. Кто-то спрашивал, где у него маслозаливная горловина. Ой, щуп, если вот это. Вспомнил. Щуп у него прямо рядом с маслозаливной горловиной. Маслозаливная горловина вот здесь, с левой стороны капота. И прямо там есть щуп. Так, ну что, давайте посмотрим. Особо не прибирались, так что не очень чисто. Кто предыдущее видео не смотрел. Такой вот у нас тракторочек. Это бизон три семерки, неравноколесник. То есть передние колесики маленькие. Задние барыши. Такая вот приборочка. Посмотрим, сколько пробега. Не заводили мы его, наверно, неделю. На грибку мы так стараемся особо не ездить. Вот, видно, да? 909 часов. Давайте попробуем завести. Заведется, не заведется. Завелся. Ну, вообще надо отметить, что трактор, в принципе, работает как часы. И каких-то там третензий, нареканий к нему абсолютно нет. Печка, но пока холодный. Единственный вот минус. Оператор жалуется, говорит, что когда на месте стоишь, копаешь, на холостых оборотах немножко холодновато. То есть не так жарко, как хотелось бы. А так работает чистенько, мягонько. Сейчас давайте вот эту ручку обойдем, пока он греется. Опа! Блин, на улице шумновато. В кабине, конечно, намного тише. Прям есть разница. Вот, судя по всему, недавно прошприцовал его водитель, взял свежая смазочка. Где-то, кстати, трубки по шприцовке были, ну, пресс-масленком. Они подзабились. Он трубки был вынужден снимать. Чистить, продувать. Вот такой обычный китайский бизончик. Напомню, что у нас за 900 часов мы с ним особо ничего не делали. Меняли только переднюю резину, если я не ошибаюсь. Ну, резину-то точно меняли? Резина сейчас неродная стоит. Резина неродная. В брюле мы поставили неродные. Резина, кстати, стоит с КамАЦУ. А на КамАЦУ сейчас стоит резина с бизона. Потому что бизон свою резину почему-то съедает, как не в себя, очень быстро. А КамАЦУ на его резине ездит абсолютно нормально. Ее не жрет. Именно только по передней резине. А вот КамАЦУ. В принципе, по сути, визуально тот же самый бизон. Только КамАЦУ там года 2000-го, наверное. Вот родная бизоновская резина, если я не ошибаюсь. Она шире и колесо меньше. Сейчас даже размерность посмотрим. 17,5. 14 на 17,5. Вот. А на бизоне сейчас стоит. А на бизоне сейчас стоит. А на бизоне сейчас стоит. 12,5, 80, 18. То есть, это резина хуже и выше. И диск 18. А на КамАЦУ поставили 17,5. То есть, диски по разболтовке взаимозаменяемые. Вот. И на КамАЦУ из-за этого крылья сняли. Потому что колеса другие. По ширине там что-то не подходили. Вот так КамАЦУ такой. Не молодой, но боевой. Работает, копает. Недавно на нем, кстати, гидронасос основной меняли. Ну, с учетом того, что 2000 год. В принципе, абсолютно нормально. Такая вот. Залезем. Опа. Посмотрим. Ну, он уже, да, такой виды повидавший. Ну, тем не менее, сейчас, говорю, работает абсолютно без вопросов. Вот такая приборочка. Такое рулевое на рычагах. Куча всяких кнопок, которых на китайском у нас нету. И перед на джойстике. Вот такое вот чудо техники. Ну, а еще раз говорю, свою задачу выполняет. Работает, копает без всяких вопросов. Ну, и всем противникам китайской техники. По крайней мере, такой коммерческой. Можно тоже сказать, что, ребят, ну, тысяча часов. Никаких вопросов к трактору нет. Работает, заводится. Любой мороз надо, едет. Ну, тут самый большой минус – это расход топлива при уборке снега. Потому что все равно странная коробка. Тише становится. Как дверь закроешь. Странная коробка, которая… Да, особо не проверился даже ничего еще. А коробка странная, которая на высоких оборотах вынуждает все действия делать. И из этого трактор живет, конечно, прям как не в себя. И по этой причине мы на огребку вообще не решили на нем не ездить. Потому что очень большой расход топлива. Абсолютно бессмысленно, скажем так, с коммерческой точки зрения. Сейчас буду разобраться, как чудо-враждебной техники работает. Скажем так, я не езжу на нем, поэтому опыта никакого не имею. Так, а у него еще? Вот как-то вот такая чудо-штука. Всегда хотелось такую игрушку в детстве. Мягенько, шустренько. На МТЗ, конечно, было все как-то более сложно, что ли. Не сказать, что он как-то хуже. Нет, он не хуже, но он как-то по-другому. С Ч-10. Не знаю, я говорю, что… По мне так никаких вопросов с заглушен. Так, зажигание мы выключили. А грушится он у нас… Сейчас я не ошибаюсь. Вот таким вот незамысловатым способом. Мне сейчас… Что там надо? Малко я даже не знаю, что у нас в эту сторону включить. Зачем поворачивается. И каким образом выключается масса, я тоже сказать не могу. Не специалист. А так, не знаю, что ничего в нем особо за тысячу часов не изменилось, как был, собственно, трактор. Так и остался. Все целое, ни одного соединения не разбито, ничего не болтается. Сейчас еще раз уже не шумит. Немножко получше обойдем сейчас. Все работает. Еще раз повторю, конкретно на нашем тракторе щуп есть. Возможно, на каком-то щупа и нет. Потому что у китайцев в этом плане все каждый раз по-разному. Здесь трубка из-под зажима почему-то вышла. Вот так, вроде, я говорю, что смотришь. Все отшприцовано, все идет. Все норма, ничего нигде. Не бежит. Все сухо, масло не ест. Масло каждые 300 часов меняем. Масло заливаем, если я не ошибаюсь, в коробку. Там специальная трансмиссионка. АТФ, по-моему, да, АТФ. То ли третий декстрон, то ли четвертый. Все работает. Ничего не стучит. Ничего такого прям криминального. Я понимаю, что тысяча часов это, конечно, не срок, по которому можно говорить, что там хороший трактор, хороший, плохой. Работает, не работает. Но, тем не менее. У нас и наработка небольшая. Тысячу часов мы наработали за чуть меньше года. Ну, то есть, будет тысяча сто, наверное, тысяча двести часов за год. То есть, это, в принципе, и немного. Угол уже где-то засадил. Хотя мы полосу меняли, наваривали новую. Ну, где-то угол на огребке зацепил. Так даже не знаю, но здесь вот не прошприцевал, не пробилось, видно. Где-то пресс-масленочки уже некоторые засохли, но в целом это все делается. Так, не знаю, вот мне нравится. Красивый, современный трактор по цене, а по цене двух белорусов, да, так сказать. Сколько даже не знаю сейчас, сколько стоит МТЗ с какой-нибудь экскаваторной установкой. Ну, тоже далеко, наверное, там не три миллиона, миллионов под пять, наверное, с учетом того, что это там семь стоит. Ну, либо вот, пожалуйста, там старенький Камацу, тоже там миллиона за два с половиной. Тоже как вариант. Каждый выбирает сам, либо вот свежекитаец, либо старенький европеец. Если есть нормальная рембаза, достаточно прямые руки, есть время подождать при заказе каких-то запчастей, то, в принципе, вполне старенький европеец будет, японец там, работать. Все запчасти можно заказать из Японии, ой, из какой Японии, из Китая. Гидронасос заказывали, связывались напрямую с заводом. Пришел с завода, иди с время подождать там месяц, чтобы постоял, то есть взяли не в кредит, за свои деньги, пожалуйста, вопросов нет. Не тянет, там, что обязательно надо, чтобы ежемесячно там какую-то твердую сумму приносил. Вполне будет работать абсолютно нормально. Нужно, чтобы работал каждый день, без всяких вопросов. Пришли утром, ключ повернули, завели, поехали работать. Поэтому, наверное, все-таки более свежий аппарат в этом плане будет более практичен. Ну, а так будем следить за его дальнейшей судьбой, и буду, как говорится, отчитываться, как только появится, о чем отчитаться. Вот сейчас на подходе покупка дисков, потому что эти диски родные с КамАЦу, они пойдут обратно на КамАЦу. Ну, куплена уже резина, ну, такая же вот высокая, остается только приобрести диски. Диски дорогие, новый диск, что-то там 35 или 40 или тысяч один. Вот, но с учетом того, что булушку что-то найти не можем, придется, наверное, покупать два новых диска или 20 или... Да, я, наверное, обманул 20 или 24 тысяч один диск, то есть два диска там, ну, 40-50 тысяч, это без резины. Вот, это из ближайшего, что где-то на 1200 очередное ТО. Ну, там, опять же, все уже банально, никаких... Наверное, вот к 1200 поменяем еще масло в коробке, его один раз, по-моему, пока все его заменили. Ну, вот, как-то так. Такой вот у нас зверь по имени Бизон живет, цветет и пахнет. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok